Здарова парни, как всегда с вами Намко. Помните, я снимал видос о том, какой компьютер я купил, какие комплектующие ставил, почему делал такой выбор, по выбору комплектующих, естественно. Когда я озвучил то, что я купил RX 480 на 8 гигабайт, а не 1060 на 6, школьники начали писать в комментариях, что Намко, ты не прав, ты ошибся, надо было брать 1060 и всё такое. То, что 1060 разрывает RX 480, и в принципе, да, на тот момент во всех тестах RX 480, ну практически во всех, выглядел неважнецкий и зачастую проигрывал. Как бы все эти тесты я видел, когда выбирал видеокарту, но тем не менее я сделал такой выбор. И объяснил в комментариях, что я сделал такой выбор, потому что считаю, что RX 480 в дальнейшем, на перспективу, она более предпочтительна, и то, что будущее за ней, так скажем, да. И тут нахожу, значит, я свеженькие тесты. Ну зашел чисто так, глянуть, что к чему, может что-то поменялось, не поменялось. И нашел я свеженькие тесты, и хотел бы их вам показать. Значит, портал, я не знаю, меня забанят, не забанят, я как-то опасаюсь этого, но думаю, что не забанят. Значит, на канале какой-то зарубежный портал, 546 тысяч подписчиков, я думаю, доверять можно этому порталу. Хотя все обманывают, но тем не менее. Смотрим. Значит, помните, на тот момент, когда я покупал компьютер, RX 480 во многих тестах проигрывал. Я говорил, что все изменится, ребят. Все изменится. В новых играх, в ближайшее будущее, все поменяется. Смотрим, ребят. Так, где тут тесты начинаются? Вот, тесты начинаются. Поехали. Значит, были взяты видеокарты RX 480 от Sapphire Nitro плюс... RX 480 референс, не знаю, от кого производителя, возможно, тоже Sapphire. 1060 VGA SC, ну, типа, в разгоне. GTX 1060 референс. Поехали, смотрим. Ну, Hitman, понятно. Hitman RX 480 и до этого выиграл. Давайте дальше. Значит, победа, да? Deus Ex. Deus Ex. Все это тестируется на DirectX 11. Deus Ex, RX 480 в обоих исполнениях, обходит 1060. Далее. The Division. Как бы Sapphire Nitro. Опять же, впереди. Следующий идет 1060 VGA. Опять выиграла. Вроде, ну, разница в FPS не столь велика, но, опять же, ребят, как бы... Давайте дальше. Ну, Doom. Doom, понятно. Doom и на Vulkan, и на OpenGL. OpenGL. RX 480 в обоих исполнениях выигрывает. На Vulkan понятно, что она всегда обходила 1060. Так, Fallout 4 1060 вырывается вперед, как вы видите. Но, следом за ней RX 480, смотрите разницу в кадрах. Значит, синий это средний FPS, насколько я понимаю, а минимальный это зеленый. Средний FPS у них 68 на 68, тут буквально в полкадра 1060 обошла. AMD-шку. И минимальный, смотрите, у AMD-шки выше на 3 кадра, на целых 3 кадра. Как бы тут даже непонятно, кто и выиграл. Согласны? Дальше поехали. Titanfall 2. Titanfall. Правильно называю? Не знаю. Опять же, RX 480 в обоих исполнениях обходит 1060. Давайте дальше. Calavduta. Infinity Warfare. 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 Так, опять же, RX 480. И здесь, смотрите, какой отрыв. Все мы знаем, все мы знаем, что Calavduty конченое, неоптимизированное говно. Согласны игры серии Calavduty? Может не все серии, но темнее зачастую Calavduty тормозят даже на самых топовых компьютерах. И смотрите, игра, где в принципе разработчики не занимались никакой оптимизацией особо, они не подгоняли игру к никакой либо видеокарте, ни от зеленых, ни от красных. Да, они, мне кажется, вообще никому не привязаны, им похер. Они просто неоптимизированное говно все время выпускают. И смотрите, так скажем, на ровном поле, на равном, при равных условиях, да, смотрите, какой отрыв. Вот смотрите. Я более чем уверен, что Calavduty, она не оптимизирует игры по TMD. Ну, не знаю, мне так кажется, могу ошибаться, но мне кажется, они вообще не заинтересованы в этом. Они постоянно какой-то Cal выпускают, и этот Cal постоянно покупают школьники, я не знаю, кто играет в это. И смотрим. Значит, здесь 60, минимально 65 кадров. Sapphire Nitro Plus 83 кадра, это практически на 20 кадров, на 20 выше. Представляете, да, какой отрыв. Давайте дальше. Battlefield 11, DX, 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 11. Battlefield 11, я сказал, Battlefield 1, что-то, по-моему, я оговорился. Значит, смотри, те, 1060 обходит RX 480, в принципе, здесь обошла, да, на 3, на 2 кадра впереди. Согласны. Grand The Auto V. Ну, тут это то же самое, что сравнивают в Hitman эти карты. Понятно, что здесь Nvidia будет впереди всегда. Так, здесь пошли. Разрешение 2560 на 1440. Что-то я бананов обожрался, ребят, мне так говорить тяжело. Аж воздуха не хватает. Поехали. Здесь DX 60 обходит RX 480 на 3,4 кадра. Далее. Deus Ex, RX 408 с обоих исполнениях впереди. Да. Ну, буквально на один кадр, полтора, но впереди. Поехали. Калав Дута, опять же, в обоих исполнениях на разрешение 2560 на 440. Впереди RX 480. За Division RX 480. Впереди буквально на один кадр. Средний и минимальный, и четыре кадра. Doom в OpenGL. 1060 врывается вперед на таком разрешении. Странно. Ну, выиграла. Причем в обоих исполнениях, прошу заметить. Отриф, конечно, небольшой. Минимальный в 2 кадра. Средний в 6 кадров. Но он есть. Дальше. Doom Vulcan. Понятно, что победа. AMD-шки. Fallout 4. Победа 1060. Но смотрите. Смотрите. Минимальный FPS в 1060 30 кадров. У AMD-шки 37. А средний FPS, ну, в один кадр разница. То есть, очень спорно. Я бы здесь предпочел лидерам поставить AMD-шку. Потому что, ну, разница минимальной FPS очень важна на самом деле. Разница в 7 кадров. Но я думаю, это очень существенно. Grand Zeal, понятно. Победа GT-1060. Ну, Hitman, опять же, тоже самое. Понятно. Так. Overwatch. Overwatch. 1060 на таком разрешении. Выходит вперед. Ну, достаточно существенно, да. Выходит 5 кадров минимальный FPS. Разница. И 8 кадров средний. Хорошо. Так. Titanfall 2. AMD-шка здесь уже лидирует. Так. Total Warhammer. Здесь 1060 врывается вперед. Обыграет в обоих исполнениях AMD-шку. Witcher 3. Разница здесь. 1060 обходит RX-480. Но разница здесь. Туда даже кадра нету разницы. То есть, это в пределах погрешности. Они идут нос в нос. То есть, смотрите сами. Дальше. Смотрим. Это были игры на DirectX 11. Смотрим теперь далее. Battlefield 1 на DirectX 12. AMD-шка в обоих исполнениях обыгрывает 1060. Смотрим далее. Deus Ex. В обоих исполнениях AMD-шка обыгрывает 1060. Дальше. Hitman. Понятно. Победа опять же. Quantum Break в обоих исполнениях обыгрывает 1060. RX-480 обыгрывает 1060. Ну, вы увидите, да? Так. Rise of the Tom Reader. 1060 здесь даже на 12 директе все равно впереди. Ну, как бы, знаете, я так скажу, что понятно, что игра делалась под NVIDIA. Ну, ладно. Тут, как бы, выигрывает. Я ничего не хочу сказать. Буквально разница в два кадра, да? Как вы видите. Но все равно впереди 1060. Total War в обоих исполнениях AMD-шка обходит на 1060. Battlefield 1 на разрешении 2.560 на 440. Значит, RX-480 впереди. Далее идет 1060. И разница между ними в 3-4 кадра. А референс, смотрите. Подождите-ка. Вот референс AMD-шки обыгрывает 1060 референса. Тут, как бы... А, ну да, ну да, ну да, ну да. Чуть я перепутал. Да, все правильно. Я что-то подумал, что 1060 там выиграл. Все, забей. Так, Deus Ex Monkey... Monkey Divided. Я не могу, короче, это читать. RX-480, короче, на 12-ом директе. Разрешение 2.560 на 440 обходит. Дальше. Gears of War. Что-то вообще за игра, я даже не знаю. Тут 1060 выигрывает. Причем в обоих случаях. Hitman, ну, понятно. Quantum Break. RX-480. Опять победа. Причем достаточно... Хочу заметить ощутимое, да? Разница в минимальном FPS-е 6 кадров. Разница в среднем FPS-е 6 кадров. На таком разрешении. Это 24 против 18. Это очень заметно. Я прошу заметить, когда вы будете играть на 18 кадров, и на 24 вы очень сильно увидите разницу. Это не 30 против 40 FPS. Тут будет картинка более дерганий. Давайте далее. RAS of the Tomb Raider. Разрешение 2.560 на 440 обходит. Опять же. AMD-шку. GTX-960 на Total War. Здесь RX-480 выигрывает. И все, да? Все. Значит, подведем итог, ребят. Как я говорил, что все изменится. На 11-ом DirectX-е... Директ-ы какие ненавижу вы говорите, это херня. 1060 теперь не является полноценным лидером. И, в принципе, там более-менее все уравнялось. Где-то AMD-шка выигрывает, где-то проигрывает. Но на 12-ом DirectX практически, ну, в 80% случаев AMD-шка выигрывает 1060. Как бы, дети, школьники, которые мне писали, что я сделал неправильный выбор. Научите меня делать правильный выбор, блядь. Короче, подведем итог. Как я и говорил, блядь, я уже повторяюсь, по-моему. Как я и говорил, что я сделал правильный выбор. Так оно и получилось. И, более того, скажу, что в последнее время обычно так и получается. И помимо, ну, то, что AMD-шка все равно потом своего конкурента обходит. Смотрите, какая фигня. NVIDIA выпускает видеокарты обычно первая, да? И она, вот это вот первое время, она максимально... Я не знаю, как это делается. Может быть, драйверами, может, еще как. Я не знаю, она максимально, максимально прям работает над тем, чтобы ее карта на фоне конкурента была выше, чтобы ее покупали, чтобы был спрос. А потом уже, я уже не знаю, то ли NVIDIA забивает на поддержку дровами, то ли AMD-шка, наоборот, начинает наращивать обороты. Дрова лучше выпускать и так далее. Не знаю я, как и что это делается, но AMD-шка потом все равно со временем все время вырывается вперед. И более того, скажу, что у AMD-шки 8 гигабайт видеопамяти вместо 6. Как бы тут, ребят, делайте выводы сами. На этом все. С вами был Ломко. Подписывайтесь на канал и все ставьте лоисы. Все такое. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok